Да, добрый день, дорогие коллеги. У меня... Мой доклад сегодняшний не принципиально новый, потому что он, в общем, продолжает, немножко освежает памяти и продолжает тему доклада, который я последний раз делал на, собственно, на стратическом семинаре. И многие из наших текущих слушателей, они были на том семинаре, но кто-то не был, поэтому, значит, наверное, основные постулаты, основные утверждения, наблюдения того доклада я сейчас просто воспроизведу и потом, собственно, расскажу, что нового не так много, но, тем не менее, добавилось к тому докладу. Доклад, собственно, был и продолжает быть на животрепещущую, давно волнующую меня тему генетической афилиации дравидийской языковой семьи. Вот поскольку дравидийской языковой семьей я занимаюсь давно, собственно, у меня еще кандидатская диссертация была написана по дравидийской реконструкции, и время от времени к дравидологии я исторически возвращаюсь. Вот. Ну и в основном, естественно, последние годы я над дравидийской тематикой работал в контексте ностратической гипотезы. Вот чисто конкретно в контексте ностратической гипотезы я работаю с дравидами в рамках нашего, значит, совместного проекта с Алексеем Касьяном, Михаилом Живловым и рядом других коллег по строению 400-словного списка базисной лексики по ностратическим языкам, вот, данных становится сопоставительных все больше, они все точнее и лучше, и чем больше их, чем точнее они становятся, тем сомнительнее становится позиция дравидийских языков внутри, собственно говоря, ностратической макросемьи. Вот. Значит, это первое несколько слайдов, тут у меня есть старого доклада, я по ним поэтому пробегусь быстро, значит, это дравидийские, да, ну, понятно, все более-менее знают, что дравидийская семья это один из фундаментальных компонентов классической иностратической гипотезы Ильича Свидыча, вот, и в нашей иностратической базе, которая была составлена Сергеем Анатольевичем с участием других коллег, больше тысячи лексических сопоставлений дравидейского материала с другими иностратическими языками, но, тем не менее, тем не менее, сколько бы их ни было, количество не всегда переходит в качество. И, значит, на самом деле, да, даже вот в старом иностратическом сопоставлении Сергея Анатольевича между разными ветвями иностратическими, вот, красным, помечен довольно заметно низкий процент страведийских языков с, ну, как бы, с ядром остротической макросемьи, которую можно считать состоящим из индоевропейских, уральских и алтайских языков. Есть некий повышенный процент с алтайскими языками, который есть основания подозревать в вторичных каких-то контактах, то ли с праалтайскими, то ли с какими-то левыми алтайскими ветвями иностратическими языками, вот. А в целом, конечно, все это не очень убедительно, и, скажем, одним из, да, одним из ключевых моментов, где можно было усомниться бы в иностратической афилиации иностратической языков всегда была система личных местоимений, иностратическая, которая не имеет ничего общего с иностратической системой, да, у нас есть иностратическое ядро индоевропейско-уральско-алтайское, к которому также примыкают, к которому также примыкают котвельские языки, где первое лицо «м», второе лицо «т», ну или «с» где-то, да, ничего подобного в дравидийских языках нет, были какие-то жалкие попытки это как-то подтащить, подцепить, найти какие-то что-то похожее на иностратическую систему, ничего убедительного нет. Ровным счетом, на самом деле, базовая местоименная система дравидийская, она заключается в противопоставлении корневого «а» первого лица и корневого «и» второго лица. Вот, все остальное это можно интерпретировать, как некоторое префиксальное и субфиксальное наращение, а вот архаичная система именно такая. И это базовое противопоставление местоименной парадигмы «а» и «ано» совершенно не, никоим образом, не настратическое, нечто похожее есть в австралийских языках, отдаленно похожее, но ничем это дальше, в общем, не подкрепляется. Зато довольно часто аналогичные местоименные системы наблюдаются у нас в Африке, например, в карагатландских языках, «на» первого лица, «ни» второго лица. И чаще всего, то есть наиболее характерно, собственно говоря, это для восточно-суданской семьи языков, которая как раз характеризуется тем, что «а» — это местоименная маркема первого лица и местоименная маркема второго лица. Ну и, естественно, поскольку, значит, много я занимался классификацией так называемых милософарских языков, внутри этой весьма гипотетической макросемьи как раз самым надежным, глубоким компонентом является восточно-суданская семья, и это сходство восточно-суданской эксперименной системы здраведейской, оно, в общем, бросается в глаза. Напоминаю, что восточно-суданская семья состоит из девяти ветвей, которые, скорее всего, делятся на две основные от группы восточную, юго-восточную и северо-восточную, северо-восточно-суданские. Вот. Родство между ними всеми, ну, оно, я бы охарактеризовал его как родство на уровне, скажем, тайских языков примерно, то есть поглубже индоевропейского, а помоложе на стратического. Так? А, вот. Так, сейчас, одну секундочку. И, значит, когда я проводил сопоставление 50 словника, реконструируемого, примерно, примерно реконструируемого для восточно-суданской подгруппы, восточно-суданской макросемьи и для дровидейского, то получились даже неплохие результаты. Значит, вот тут разными цветами раскрашены потенциальные параллели между восточно-суданскими и дровидейскими языками, из которых четыре очень красивые это «я», «ты», «два» и «слышать». Все, между прочим, входят в первую десятку, по-моему, по устойчивости, по крайней мере, по Сергею Анатольевичу. Вот. Значит, еще два «глаз» и «рука», мы с ними ниже столкнемся, вполне допустимы при условии окаменевшей морфологии в дровидейских языках. Сейчас ниже мы рассмотрим, что это за окаменевшая морфология. Еще четыре уха, имя, нос и кто допустимы при условии некоторых фонетических тонкостей. Вот. И еще синим отмечены пить «нога», «луна», «язык», корни, которые имеют интересные параллели между разными ветвями восточно-суданскими и дровидейскими. То есть синие — это как бы хорошие мэкчи с точки зрения фонетики, идеальные с точки зрения семантики, не очень хорошие с точки зрения дистрибуции, поскольку они не реконструируются с уверенностью для право-восточно-суданского, но реконструируются с уверенностью для некоторых из ветвей восточно-суданского в принципе могли бы претендовать и на простатус. Значит, вот если эта табличка, если не оспаривать каждый конкретный случай в этой таблице, то эти результаты между дровидами и восточно-суданцами, они на самом деле сильно лучше, чем между дровидами и иностратами. А, значит, как, вот, на, да, в докладе которые я представлял на семинаре, все эти случаи были достаточно подробно разобраны, вот, у меня сохранилась презентация с прошлого семинара, поэтому если вдруг кто-то ее не видел, не имеет, я могу всем ее дослать впоследствии. но, соответственно, вопрос в том, так сказать, имеет ли смысл что-то делать дальше, и если делать дальше, то как? Потому что, значит, применять здесь формальное тестирование еще, на мой взгляд, к сожалению, рано, поскольку формальное тестирование хорошо применять на, хотя бы тогда, когда у нас уже есть четкий, понятный корпус восточно-суданских реконструкций, к сожалению, такого пока нет, и будет, по-видимому, еще не скоро. Вот, но, значит, имеет смысл, имеет смысл пытаться проводить, ну, хотя бы в предварительном порядке сопоставление между травидейским корпусом, который более-менее четкий и понятный, и хотя бы теми или частями восточно-суданской семьи, которые, ну, более-менее реконструированы, с которыми все там стоит несколько яснее, чем с другими. И в качестве такого, значит, тест-сабджекта предварительного, вот, первое, что я выбрал, это нелодская семья, которая входит в состав восточно-суданских языков. Значит, почему нелодская? По двум причинам. Первая причина, нелодские языки в совокупности своей, пожалуй, лучше всего изучены и исследованы по сравнению с другими восточно-суданскими. Ну, вероятно, единственный конкурент здесь это нубийские языки, но нубийские языки это очень маленький кластер, в северном ареале распространения восточно-суданских языков, и он, в общем, не глубокий совсем, поэтому там шансов на то, чтобы отловить что-то архаичное по умолчанию меньше, чем с нелодскими языками. Вот. А второй момент тот, что, ну, вот, хотя бы просто исходя из личного опыта, на меня данные нелодских языков производят впечатление более архаичных по сравнению с подавляющим большинством других литвей. Отчасти, как раз, ну, по первой причине, потому что нелодские языки уходят на большую глубину, но также и потому, что нелоды, как бы, ну, в общем и в целом, они такие культурно-доминантные люди в своем регионе не отлавливаются там какие-то большие слои явных культурных заимствований или даже базовых заимствований. Есть масса мелких групп восточно-суданских языков, на которые совершенно очевидно оказывают сильное лексическое влияние их соседи, и поэтому для такого предварительного отлова каких-то возможных параллелей эти группы сами по себе вне общего контекста подходят гораздо меньше. Даже с нелодами, конечно, не все так просто, да, потому что ну вот пранелодский, который сам к себе лексико-статистически датируется примерно четвертом тысячелетиям до нашей эры, он делится на три ну, более или менее равно отстоящие друг от друга ветви, западные языки южно-нелодские и восточно-нелодские, хотя, честно говоря, таким же успехом западно-нелодские можно было бы назвать северно-нелодскими, потому что они распространены северным ареалем, а южное, южное, это действительно южное, а восточное, они скорее центральные. Вот. А, так вот, соответственно, скажем, южная ветвь, она немножко хуже подходит для наших целей, потому что южная ветвь, в нее явно там были большие влияния каких-то туземных донелодских народов, которые принесли туда некоторое количество субстрата. Если я нахожу какой-то южно-нелодский корень сам по себе, у него меньше вероятности быть архаичным, чем у западно-нелодского или восточного. Лучше всего западно-нелодская ветвь, на самом деле, она, по-видимому, максимально архаична, еще, например, и потому, что в западно-нелодской ветви единственной сохраняется, что важно, на самом деле, для этой гипотезы восточно-суданской поведейской, в западно-нелодской ветви единственной сохраняется архаичное противопоставление фонологическое между дентальными и альвеолярными смычными. Дентальные, они же постдентальные, то есть типа Т или Т, и альвеолярные, они же ретрофлексные, то есть Т или Т реализуются по-разному в зависимости от языка. Это противопоставление очень любят исчезать в этом регионе, но вот западно-нелодские языки, например, хорошо его сохраняют, и аналогичное противопоставление фонологической вести в древидейских языках было бы очень здорово, если бы они могли наложиться друг на друга, но вот сейчас в качестве эксперимента, это последнее как раз то, что я сделал, в качестве эксперимента я взял работу, старую работу, но, к сожалению, лучше этой работы пока ничего не было сделано, Херрита Димендагер 88-го года, лексическая реконструкция пронелодского, в этой работе у него 200 сопоставлений между разными ветвями нелодских языков, реконструкции не идеальные, иногда оспоримые, как бы вроде как основаны на фонетических соответствиях, но с исключениями, с допущениями, понятно, не на индоевропейском уровне разработанности, а тем не менее это действительно корни, которые в общем и в целом выводимы на пронелодский уровень, то есть это и заглоссы между, допустим, западной и восточной нелодскими или западной и южной нелодскими или восточной и южной, главное, чтобы корень был представлен хотя бы в двух из трех ветвей нелодских. И вот я, собственно, этот список из 200 корней просто просеял на предмет возможных компарант в травидейском. С тем условием, чтобы, разумеется, сопоставимый корень тоже реконструировал, был бы реконструибелен на прадравидейском уровне, а не так, чтобы это было просто параллели между, допустим, пранилодским и томильским, поскольку томильские словари, как известно, такие огромные, что в них можно найти все, что угодно, как в арабском санскрите. Нет, значит, на дравидейской стороне сопоставления у нас тоже корень, который реконструируется довольно надежно на прадравидейском уровне. Что получилось? Значит, из этих 200 корней примерно у 30 были обнаружены параллели, которые, на мой взгляд, фонетически и семантически вполне удовлетворяют стандартным требованиям, предъявляемым к этим молотам. Это не лексика статистика никоим образом, хотя среди этих корней, как вы видите, даже прямо на первом же слайде, и дальше могу сразу прокрутить на основной, на второй, вы можете увидеть несколько потенциальных лексико-статистических мэчей с точно совпадающей семантикой. Да, сюда не включены в этот список, скажем, личные местоимения, я и ты, которые, безусловно, поскольку они имеют корень а и и, и те, и другие, они тоже сюда же должны относиться, значит, грамматические параллели я сюда не включал, они были обсуждены в предыдущем докладе, только лексически. Что хочется сказать, я, значит, вот эти 30 параллелей, сейчас я просто их прокручиваю, потом я, естественно, просто всем скину этот файл или выложу его на сайте, чтобы можно было на досуге его посмотреть, они не производят на меня такого впечатления, что вот я прямо поручусь, что это доказывает нелодско-дравидейское родство и вместе с этим по индукции дравидейско-восточно-суданское родство никоим образом. Но они интересны, потому что, во-первых, скажем, их безусловно больше, чем когда я пытался сделать аналогичное сопоставление между дравидейскими и некоторыми другими африканскими ветвями. Проходит ли это статистическое тестирование, я сказать, к сожалению, не могу сейчас, потому что для этого нужно разработать соответствующий стандарт сравнения, он пока не разработан. Но, значит, как видите, среди корней находится немало имеющих фактически однозначную семантику, прямо вот, ну, я не буду, естественно, сейчас разбирать все, у нас нет времени, но я просто поцитирую некоторые, да, да, 4 минуты, спасибо. Вот, например, общенелодская «ба» «приходить», сопоставляемая с дравидейским «ва», общенелодская «кэль» «Нога», сопоставляемая с дравидейским «кал», общенелодская «кал-красть», сопоставляемая с дравидейским «кал». Вот, есть какие-то, которые, конечно, хуже, некоторые, весьма сомнительная семантика, отличая у меня красным, но вот, есть очень базовый нелодский корень «ма», «огонь», который, может быть, можно сопоставлять с дравидейским «ма», черный, темный при условии какой-то семантики типа «обгоревший», но, разумеется, за такое сопоставление я никоим образом не держусь. Но, значит, что интересно, например, что среди этих сопоставлений некоторое количество корней с дентальными согласными в нелодском языке, которые соответствуют дентальным же согласным в древидийском, скажем, можно попробовать обосновать гипотезу, согласно которой начальная нелодская мг, заднеязычная, регулярно развивается в древидийском, в древидийском нет начального мг, значит, оно что-то должно было давать. Если оно давало «м», то у нас есть чудесный параллель типа «мид мозг», которая соответствует древидийскому «мэд мозг», и сюда же дальше «му» нелодская пахнуть, древидийское «му» оно же, нелодская «муаль хромой» и, возможно, древидийское «муль ту-твист». Ну, вот параллель «муль 1» четверка с «муль тройкой», она, как видите, тоже помечена как сомнительная, только при условии исходного значения типа много, за это я не держусь, но, тем не менее, гипотеза, в принципе, допустимая. Еще к этим параллелям у меня подобрано некоторое дополнение, здесь приятное, это корни из монографии Хойзинга с реконструкцией языков Южно-Луа, это одна из ветвей западно-мелодского, к сожалению, для, собственно, прозападного нелодского хорошего этнологического корпуса до сих пор нет, но эти слова, как правило, имеют нелодские параллели, имеют параллели в других нелодских языках, то есть это не просто в двух языках что-то, вот, и они тоже вполне имеют приличные туристические параллели. Да, кое-где приходится делать некоторые допущения, но они, на мой взгляд, вполне, так сказать, укладываются в общую сравнительно историческую парадигму, ну, там, допустим, корень Чин-Рука, который реконструируется на Южно-Луа уровне, он на самом деле имеет массу параллелей в других нелодских языках, и в конечном итоге можно показать, что он восходит на внутренний нелодском уровне, вполне не прибегая ни к каким внешним данным, что он восходит к исходному корню Ай-Рука, Н, это просто форма единственного числа, вот, К, это то, что называется К-Мобили, вот такой окаменевающий префикс, который в некоторых мелодских и восточно-суданских языках присутствует, в некоторых отсутствует. Как мы видим, если это связано с дравитийском Кай-Рука, базовый дравитийский корень, не имеющий, кстати, никаких хороших нестратических параллелей, вот, то это должно означать, что этот самый пассивизованный К действительно когда-то присутствовал и на, там, додравитийском уровне, и в некоторых из этих слов задержался. Вот, значит, на мой взгляд, да, единственное, вот, из трех возможных сценариев, случайное совпадение, родство и контакт, единственный сценарий, который я бы замечательным образом исключил, это контакт, да, то есть, вот, все то, что тут представлено, это либо должно быть случайными совпадениями, что я не исключаю, я не отвергаю того, что это все на самом деле. Может быть, случайно, я думаю, что будущее покажет, случайно это или не случайно, вот, но вот контакт, на контакты это явно не тянет, потому что как раз такой чисто культурной лексики дравида-милотской или дравида-восточно-суданской совершенно не вырисовывается. Как вы видите, большая часть обнаруживаемых параллелей, она вполне себе такая, скорее, базовая, да, там, не обязательно стасловник, но нет явной культурной терминологии, скажем, нет никакой там, ничего похожего на общую земледельческую или скотоводческую терминологию, при том, что восточно-суданцы, значит, нилоты были, безусловно, земледельцы и скотоводы, у них многое конструируется, и терминологии. Про восточно-суданцы там сложнее, хотя, по-видимому, хотя бы на каких-то промежуточных уровнях там что-то скотоводческое вырисовывается. Были ли про восточно-суданцы скотоводами не очень ясно, но в любом случае никаких параллелей типа там между словами типа корова или пахать и дравидами не вырисовывается. А вот базовые как раз время от времени мелькают, что интересно. В общем, значит, вывод из всего этого такой, что, на мой взгляд, ну, собственно, вывод отчасти повторяет тот вывод, который я делал ранее на настратическом семинаре, просто его немножко дополняет и расширяет, что, во-первых, гипотеза о африканском, условно говоря, да, даже не просто африканском, а конкретно восточно-суданском происхождении дравидейской семьи, она имеет столь же, как неотъемлемое право на существование, как и настратическая афилиация дравидейской семьи. Я не считаю, что эти сопоставления в совокупности с теми, которые были представлены на настратическом семинаре, хуже качественным, по качеству, чем имеющиеся настратические параллели. Вот, и, соответственно, работать над этой гипотезой можно и дальше. Что до сих пор затрудняет эту работу, разумеется, это неразработанность восточно-суданского корпуса как такового. В частности, это затрудняет, собственно, ответ на вопрос, на каком уровне находится родство, если это родство между дравидами и восточно-суданцами. Они являются ли, там, входят ли дравиды в восточно-суданскую семью, например, или это все-таки, можно постулировать, дравида восточно-суданское родство, и они как бы две пинарные ветви, то есть сестры, сестры они или сестринские, или дочерние отношения. Это пока не очень понятно, и даже исходя из текущего материала, хотя мне вот бросается в глаза, что между нелотами и дравидами, скажем, довольно легко и быстро удалось набрать вот этот вот список, а между, скажем, дравидами и нубийцами, что я пытался сделать, так быстро и легко подобного рода списка набрать не удалось, что внушает некие подозрения, что, может быть, дравиды действительно просто отдельная ветвь восточно-суданской семье, вот, но это нам надо будет выяснять и выяснять дальше. Вот, значит, ну на этом я, да, у меня время закончилось, я заканчиваю и с удовольствием потом поделюсь этим списком со всеми и выслушаю все вопросы, замечания и предложения по дальнейшей работе. Спасибо. Спасибо большое, очень интересный доклад. В чате у нас развернулась дискуссия не совсем по теме, а последние три реплики имеют отношение к докладу. Антон Коган, Анатолий Зелтин и Женя Коробин задает вопросы, видите, чат? Да, вижу. Значит, вижу вопрос от Антона, дравидийская мат, напоминает корень той же семантики в индоиранском, безусловно, но он реконструируется на прадравидийском уровне, он предшествует, по-видимому, индоирану дравидийским контактам. Если бы это было очевидное заимствование из индоиранского, то у Беру и Мино в словаре он был подключен в соответствующий раздел. Они не считали, что это индоиранизм, и я тоже, в общем-то, так не считаю. Думаю, что это скорее совпадение. Так, значит, при установлении из кого родства не учитывается общечеловеческая лексика, то, что называют протосапиенс. Ну, да, разумеется, но те конкретные параллели, о которых я говорю, они совершенно не общечеловеческие. Это специфические именно параллели между восточно-суданскими и дравидийскими языками. Мне их аналоги в других языках неизвестны, хотя наверняка ко всему что-то может найтись. Но если вы видите тут глобальные корни какие-то, то, что называется Global Etimologies, то, разумеется, но я их сюда не включаю. Нет, даже там, скажем, ну вот у меня включен в список, у меня включено в список сопоставлений между терминами родства общенелодская мама и дядя дядя и дравидийская мама, maternal uncle. Это понятно, что это термин родства, там, не звукосимволический, в конечном итоге восходит к маме, но интересно в данном случае совпадение именно с значением дядя. Если это было просто мама, то я бы, конечно, его сюда не включил. Значит, не может ли отсутствие культурной лексики при сопоставлении быть связано с общим состоянием суданской реконструкции? В австронизийских языках тоже мама, это именно дядя. А, в австронизийских, извините. Нет, безусловно, и, наверное, можно найти еще какие-то отдельные семьи, но, разумеется, мы говорим не о единичных сопоставлениях, а о коллективных. Разумеется, я не скажу, что вот в дравидийских языках есть мама, дядя, и в нелодских есть мама, дядя, и поэтому они родственные. Но включить их в сопоставление вполне можно. Значит, не может ли отсутствие культурной лексики быть связано с общим состоянием суданской реконструкции? Ну, мы говорим же сейчас про нелодскую реконструкцию. А нелодская реконструкция, и вполне есть культурная лексика. Она вполне хорошо реконструибельна. Там и коровы, и рога, там, копыта, и веревки, там, корзинки, и так далее. Все есть. И вот почему-то как раз среди этой лексики особенно я ничего не нашел общего дравида нелодского. А так, конечно, вообще состояние суданской реконструкции плохое, да, безусловно. И культурная лексика восточно-суданской не реконструирована. Какие следующие языковые семьи планируются после нелодских? И с обновлением эламского корпуса хотелось бы новый анализ дравида-эламской гипотезы увидеть. Я не знаю, о каком конкретно обновлении эламского корпуса идет речь, но я сильно сомневаюсь, что эламский корпус сильно обновился за счет базисной лексики. А по базисной лексике я как раз проводил детальное исследование дравида-эламская и чего-то ничего такого дравида-эламского не видел. В таком случае дравида-нелодских параллелей среди базисной лексики больше, чем между дравида-эламской. А как раз несколько культурных лексических параллелей между дравидийскими и ламскими языками в работе Макальпина они были, они вполне приемлемы, но это может как раз говорить о контактах. Да, значит, в рамках исхода Out of Africa обоснована, но диагроническая глубина 40 тысяч лет. Вот, да, это, безусловно, проблема, проблема подключения сюда какие-то генетические или археологические данные. Те параллели, о которых здесь идет речь, никоим образом не могут иметь диагроническую глубину 40 тысяч лет, они должны быть сильно раньше. Вот, это явно, значит, то, о чем я говорю, если это не случайность, то это никак не может быть связано с исходом Out of Africa, потому что исход Out of Africa, конечно, должен включать в себя не только предков дравидийских языков, а еще предков ползнает кого. Масса народа ушла из Африки тогда, и в смысле они являются наверняка предками не только современных дравидийских. Но вот как Света пишет, да, из Африки можно было выходить в любой момент, не только 40 тысяч лет назад, да. к сожалению, я не очень вижу возможность как-то проверить и обосновать гипотезу, если речь идет об исходе небольшой группы людей, я не знаю, 6-7 тысяч лет тому назад из Африки, которые сохранили язык, но при этом генетически и культурно растворились в массе центрально-азиатских и индийских народов. Это опять же к вопросу о том, что генетическая линия передачи и лингвистическая линия передачи она совершенно не обязана быть связана. Очень хотелось бы это, конечно, наложить на, если это правда все, подчеркиваю, на какие-то исторические артеологические данные, но не факт, что это как-то получится. Так. Вопрос, устный вопрос у Алексея Касьяна. Пожалуйста. Ага, спасибо большое. Ну, я прошу мою ремарку не рассматривать как критику, ни в коем случае, это просто то, что мы уже из Гоши и с Мишей вообще внутри нашей группы не раз обсуждали. Ну, вот в рамках, значит, по сути мы что делаем? Мы берем древидийскую семью, которая плохо ложится в астратическую и ищем по всем языкам мира ей родственников. И вот, значит, в Африке, в одной из африканских семей мы нашли какое-то количество фонетически похожих камней, которые действительно выглядят очень промезем. Но у нас тут получается множественное сравнение. Мы просто этих древидов последовательно сравниваем, может быть, имплицитно, может быть, эксплицитно, последовательно сравниваем с некоторым рядом семей и статистически мы тут ожидаем, что в какую-то из попыток мы случайно получим какое-то количество созвучий. И вообще современное... И второй пункт, что в современном БС-овском подходе к вероятности сильное предположение, нетребляемое предположение, оно требует более сильных доказательств. А тривиальные предположения могут довольствоваться с слабыми доказательствами. Тут у нас очень сильно с географической и археологической точки зрения предположение, потому что нам надо придумывать очень сложные и нестандартные сценарии, чтобы проднить или контакт, или породить, в данном случае дровидов и нелотцев. Значит, тут должны быть очень сильные эвиденс в пользу их лингвистического родства. Вот это просто два замечания таких. Да, я абсолютно согласен с обоими этими замечаниями. Значит, единственный пункт заключается в том, что по большому счету аналогичные претензии можно предъявить почти к любой из современных гипотез макро-родства. Ну, индоевропейцы и алтайцы и уральцы, они по соседству друг с другом и тут могут быть свидетельства более слабые. Но не надо забывать, что соседство это так сказать обоюдоострый меч, потому что с одной стороны соседство может быть не требует столь же сильный эвиденс, а с другой стороны любое соседство, как ты понимаешь, автоматически наводит на идею контакт. Да, но мы сначала снимаем нулевую гипотезу, что наблюдаемый эффект это случайность, а потом уже, если это не случайность, то мы содержательно смотрим контакты, родство и так далее. Но сначала мы должны отвергнуть нулевую гипотезу о случайности наблюдаемых фактов. И вот тут нам нужны для дрови Данилотски, это, конечно, очень круто и очень красиво, что там совпадает технологические противопоставления в дентальных, в переднерядных согласных, конечно, здорово. Вот, но, по-моему, тут немножко еще бы найти каких-нибудь лексических параллелей. Нет, безусловно. Я, значит, еще раз подчеркиваю, я не говорю, что представленные данные там статистически доказывают или вообще как бы то ни было доказывают дрови до Нелотска или дрови до восточно-султанское родство. Но, поскольку, значит, статистически точно так же не было, скажем, доказано дровидейское настратическое родство, да, и боюсь, что, кстати, и не будет доказано, судя по тому, что у нас получается, это скорее пока интуитивное, конечно, ощущение, но боюсь, что по статистике дровиды ничего хорошего настратического не выдадут. Я думаю, они просто не настрата, я думаю, сейчас... Ну, вот, да, у меня тоже есть такое чувство, хотя тем довольно многочисленные параллели, которые были у Светоча и других исследователей между дровидами и разными статическими дровидами, их тоже игнорировать нельзя, конечно. Вот, но я думаю, что это пока будет мой последний доклад на эту тему, до тех пор, пока не будет улучшен восточно-суданский корпус, который я потихонечку вкорблю, вкорблю корпусом. Вот, значит, и тогда можно будет снова уже, может быть, на новом уровне и даже, может быть, уже с каким-то статистическим тестированием к этой гипотезе вернулся и посмотреть, сработает она именно. Короткий вопрос у Сергея Львовича, да. Ой, Семгош, здесь вопрос короткий, привычное замечание, короткое. Вот, если, предположим, было раствор дровидско-нелодское, то какого примерно это можно предположить? Какого, может быть, примерно это что? Какого времени может быть, не жмешь, но тоже в них не жмешь. Это как раз, значит, это все зависит от того, о каком конкретно родстве идет речь. Если это именно дровидонелодское родство, не дровидонелодское суданское, а именно более тесное, узкое дровидонелодское родство, тогда это должно быть, соответственно, после распада восточно-суданской семьи, то есть это там какое-нибудь, ну там, пятое, четвертое тысячелетие до нашей эры, нет, пятое, наверное, не, да. Если это все-таки, а я подозреваю, что все-таки может быть просто дровида нелодское получается настолько лучше другого, потому что нелодский корпус самый большой и хорошо разработанный, вот, если это все-таки дровида восточно-суданская, тогда это надо оттянуть еще на несколько тысяч лет вглубь, и тогда это будет скорее, ну там, не знаю, седьмое, восьмое тысячелетие до нашей эры. Да, прекрасно. И получается дальше теперь в сравнении с другими ностратическими, если считать дровидов ностратами, то это автоматически уходит какое-то там пятнадцатое тысячелетие, правильно? Если они между иностратами. Нет, если, нет, если мы включаем и дровидов, и восточно-суданцев, иностратов, то это уже какой-то... Нет, нет, отдельно я говорю. Если брать отдельно, вот то, что у нас получалось по лексико-статистике дровидов иностратической, да, там получалось десятое, двенадцатое, что ли, тысячелетие, основанное на горстке малюсенькой возможных изоглос и совершенно в рамках статистической погрешности. Да, в том-то и дело, и значит, получается, что если мы дровидов иностратическое родство, так сказать, поддерживаем, то мы говорим о глубине там, упирающейся в 15 тысяч лет. А если это суданское, ну, восточно-суданское, то есть дровидийское, то это получается нормальный какой-то алтайский уровень. Ну, может быть, что-то среднее между алтайским иностратическим, как бы так сказать. Да. Алтайского, но помоложе иностратическим. Ну, да. Еще два замечания в чате. Да. Позняков еще в 90-е годы писал, что по статистике дровиды как-то сильно выбиваются из общенностратической картинки. Ну, да, и по всем статистическим подсчетам и у Сергея Анатольевича тоже они всегда выбивались из общенностратической картинки. Единственное, там действительно странный подскок между дровидами и алтайцами, который, в принципе, в таком контексте может быть объясним как контакты. И вообще сценарий, согласно которому дровиды вышли из Африки и смешались там с каким-то ностратическим элементом и взяли из него там субстрат, адстрат, что угодно, это вполне реально. сейчас там еще ремаркеры входят дровидов из ностратического клуба только на основании местоимения зал и морфологии. Нет, не только на основании местоимения зал и морфологии, а именно на основании того, что хотя бы в базисной лексике, просто по элементарной лексико-статистике, ну вот есть порядка там десятки может быть очень симпатичных сопоставлений между дровидами и восточно-суданцами внутри самой устойчивой стабильной части дословника, а между дровидами и другими ностратами такой лексики просто нет. Вот ее нет. Да, есть классический корпус дровидейский ностратическо-дровидейский Ильич Свидыча, но если его обнимательно посмотреть, мы увидим, что там слов базисных с лобовой или с лобовыми семантическими совпадениями просто практически нет. Вот нету. Есть то, что выглядит вполне симпатично, но там общие условия, общие руки или общего глаза или опять же общих личных местоимений, кстати, не только местоимения Раун и местоимения Ай, уже местоимения первого лица тоже у дровидов не совпадает с астратическими местоимениями. А с Нилосахарским в смысле с восточным Турданским совпадает. Так что довольно много как раз аргументов вывести дровидов из астратического клуба. Еще одно такое слово. Я когда задавал вопрос просто из-за того, что время торопились. Потому что если постулировать дровидийско-настратического родства, ну там 12 тысяч лет то это поздний ледниковый период льды где лежали и народы жили совершенно не так, как живут сейчас. А в пятом тысячелетии на нашей эре это вполне так сказать сопоставило современное. Это говорят о соседях. Кто знает как в ледниковом периоде кто кого был сосед, непонятно, просто расставил лед и все разбежались. Ну это правда, да. Это правда. Но вот посмотрим, как дела пойдут дальше. Потому что на самом деле сейчас дальше все зависит от восточно-суданской реконструкции. Дровидийская реконструкция при всех ее проблемах сильно не изменится по сравнению с тем, что есть сейчас. Те вопросы, которые решены по дровидийской реконструкции, они решены. Те, которые не решены, к сожалению, боюсь, идеально не будут решены никогда. А вот восточно-суданская реконструкция, она в общем-то еще ждет своего часа. И там еще много нам предстоит сделать удивительных открытий. И соответственно по мере того, как эти открытия будут происходить, что-то в этой концепции будет уточняться, меняться. Может быть мы ее отвергнем, а может быть мы наоборот ее примем и посмотрим.